Правительство России готовит новую пенсионную реформу. Нововведения находятся в стадии разработки, но уже известно, первыми изменения коснутся чиновников. Выходить на покой чиновники мужчины смогут в 65 лет, женщины в 63. Сейчас это 60 и 55 лет соответственно. Сегодня пока речь идет о государственных служащих. Я думаю, что если мы будем все-таки говорить об основной массе населения, то мы не скоро придем к этому решению, потому что, во-первых, надо понимать, что и молодежи надо трудоустраиваться, а сегодня, к сожалению, этих возможностей тоже не так много. Это тоже тот вопрос, который существует в стране. Между тем, повышение пенсионного возраста для остальных граждан неминуемо. Нынешнего объема пенсионных отчислений недостаточно. В 2014 году они компенсировали лишь 60% необходимой суммы выплат. Остальные 40% покрыл транш из федерального бюджета. В результате, в начале этого года страховые пенсии проиндексировали лишь на 4%, тогда как уровень фактической инфляции не менее 13%. При этом эксперты сходятся во мнении, что кардинальные реформы начнутся только после президентских выборов 2018 года. Если подходить экономически, то, конечно, надо повышать пенсионный возраст. Но если смотреть на качество жизни, да, если смотреть на условия жизни, то, конечно, это будет, с моей точки зрения, не совсем гуманно и прежде всего в отношении женщин. Сегодня средняя пенсия в стране около 14 тысяч рублей. Для сравнения, прожиточный минимум около 9,5 тысяч рублей. Так, по статистике, треть пенсионеров продолжает работать. Не хватает, не хватает пенсии. Подрабатываем, а все так сейчас живут. Законодательство меняется часто, и я пока доживу до этой пенсии. Я не могу быть уверена, что сейчас по законодательству идет накопительную часть, там, страховую часть, что я этим смогу пользоваться. Мы с сестрой живем вместе 12, 12, огороды с дачи, грибочки с леса, ягоды с леса. Цены растут, все, ну, будем… Просто мы думаем, что у нас все образуется. И мы этим как бы… А, мы живем надеждой. Надеждой, да. Пенсионную систему пытаются реформировать последние 15 лет. Причина – процент пожилых в России неуклонно растет. При этом число трудоспособных граждан, чьи отчисления и формируют пенсионный фонд, каждый год сокращается на 1 миллион человек. Далее тенденция будет только усугубляться. На пенсию начинают выходить многочисленные поколения 60-х. На смену ему приходит малочисленное поколение 90-х, когда была демографическая яма.